Есть такое правило, каждая консоль Нинтендо должна получить свою версию Марио Теннис. Ну ладно, не совсем каждая, но почти. Предыдущая игра Марио Теннис Ультра Смеш на Wii U была так себе. Не, в неё было весело играть вдвоём и в целом не то чтобы прям отстой, однако контента в ней действительно было очень мало, особенно по сравнению с более старыми частями. То есть игра вполне могла стать частью сборника Марио и Соник на Олимпийских играх, но продавалась отдельно за полную цену. Но вот Марио Теннис Асос для Нинтендо Свич это уже совсем другое дело. Подкрутили баланс, добавили побольше режимов, разнообразили онлайн, в общем вполне себе законченный продукт. Так что давайте рассмотрим его поподробнее. И начну я с вопроса, который волнует, кажется, большинство моих подписчиков, с моушн-контрола. В бесплатной и общедоступной демо-версии его не было, поэтому многие выражали сомнение, что моушн-контрол появится в самой игре. Спешу вас обрадовать, моушн здесь на месте. Для него предусмотрен отдельный режим, который называется «Игра одним махом», выбирается в главном меню. Здесь можно играть одним лишь джойконом, держа его в руках, точнее в руке. Причем как левым, так и правым джойконом, на ваш выбор. Вы даже можете играть вдвоем, втроем или вчетвером на одной консоли, но потребуется по одному джойкому для каждого игрока. Да, смешивать игроков с моушн-управлением и с обычным нельзя. Я попробовал моушн-контрол, и как и во всех прочих играх на Switch, он мне не понравился. Ну не сторонник, я такого метода управления. Даже на Wii мне нравятся буквально единицы игр, где надо размахивать вимоутом, а у джойконов к тому же отсутствует абсолютное позиционирование. В общем, режим чисто на любителя, ну или если вам очень хочется подвигаться. И да, в онлайне, а также в сюжетку, играть с моушн-контролом нельзя. Так что основной режим управления здесь все равно кнопочный. Кстати, даже играя кнопками, вы можете использовать только один джойкон. То есть, на стандартном комплекте консолей могут играть сразу два игрока. Но могут и четыре, конечно. Здесь уже одновременно можно играть на любых подключенных к консоли геймпадах, но без моушн-контрола, напомню. Основных режимов игры в Mario Tennis Asus три. Приключения, турнир и свободная игра. Приключения это что-то вроде сюжета, где вы будете играть на самых причудливых и необычных аренах, правила будут меняться от уровня к уровню, ваш персонаж будет прокачиваться по мере продвижения по сюжету, а также вы будете собирать дополнительные ракетки. В общем, сюжет подойдет в качестве такого расширенного туториала, ну или чтобы разнообразить одинаковые по сути матчи в других режимах. Свободная игра, ну тут все понятно, вы просто создаете матч по своим правилам. Отмечу только, что свободная игра может быть с компьютерным соперником, с живым соперником на вашей консоли, а также можно играть по сети, причем как локально, так и онлайн. Ну а турнир, наверное, главная фишка Mario Tennis Asus. Здесь есть турнирная таблица, вы играете с победителем предыдущего тура из другой группы, в общем, как на обычных чемпионатах. Причем можно играть как по строгим теннисным правилам, так и со всем этим замедлением времени, коварными ударами и так далее. Единственное, что здесь важно отметить, input lag при онлайн игре по-прежнему присутствует. Кто играл в демку, тот должен понимать, о чем речь. Правда, по моим ощущениям он стал заметно меньше, да и вообще присутствует далеко не всегда, тут как повезет. Но в целом input lag немного обращает впечатление от онлайн матчей. В турниры, кстати, можно играть и без сети, с компьютерными противниками. Здесь, как в Mario Kart, кубок гриба, кубок цветка и кубок звезды. Но вот создавать свои частные турниры нельзя. Можно лишь в свободной игре создать что-то вроде комнаты на четверых игроков. Напоследок, немного о самом теннисе. Про строгие правила рассказывать не буду, там все понятно. А вот в обычных правилах после Mario Tennis Ultra Smash заметно сократилось количество всяких свистоперделок. Больше нет никаких особых предметов, только накопление энергии и возможность ее тратить либо на коварные удары, когда все вокруг замирает, и вы можете целиться в том числе гироскопом, либо на замедление времени, чтобы отбивать коварные удары, ну и вообще достать сложный мяч. Если накопить максимум энергии, то появляется возможность выполнить особый удар, который никогда не промахивается по мячу, хотя внимательно целиться все равно нужно. Такой удар тоже можно отбить, но, как и в случае с коварным ударом, надо действовать очень аккуратно и рассчитывать время так, чтобы ударить точно в момент подлета мяча. Иначе после трех неудачно отбитых ударов ракетка ломается. А когда сломаются все доступные ракетки, вы автоматически проиграли. Так что играть нужно с умом. Тут еще учитывайте, что отбивать красные, то есть крученые мячи, лучше синими, то есть резаными, и наоборот. А фиолетовые, плоские мячи, надо отбивать такими же фиолетовыми. На каждый удар своя кнопка, эти кнопки надо запомнить. По умолчанию, фиолетовый удар кнопка Y, резаный кнопка B, крученый кнопка A. Про название ударов даже не спрашивайте, я сам не понимаю, почему именно резанный удар можно закрутить в сторону, а крученый летит по прямой. Вообще там есть еще несколько хитростей по ударам, но у меня тут обзор, а не гид по прохождению. Так что если решите поиграть в Mario Tennis Asus, не ленитесь пройти туториал и почитать мануал. Из серьезных же недостатков игры, помимо input lag в онлайн турнирах, я бы отметил невозможность создать свою игру с любым количеством сетов и геймов, как это можно было даже в Ultra Smash. Здесь для выбора есть только два варианта, это короткие матчи и длинные. Короткие это по сути тайбрейки, где счет идет по единицам до 7, либо до того, как у одного из соперников станет на 2 очка больше. Длинные матчи в свободной игре это всего лишь один сет по 2 или 3 гейма. В чемпионатах подольше, там после второго раунда может быть 2 или 3 сета. Ну а я ставлю игре 4 с минусом. И да, если вы не любитель онлайн чемпионатов, то игра вам быстро надоест. Ну а с вами был Денис Мейджор и обзор игры Mario Tennis Asus для Nintendo Switch. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать новые интересные видео об играх и игровых консолях. Ставьте лайк, если вам понравилось. Не забывайте, что у меня есть стримовский канал, ссылка на него в описании. И спасибо всем, кто поддерживает меня на патреоне. Вы помогаете этому каналу становиться лучше. И благодарю за просмотр. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok